В прессе ведутся разговоры о том, чтобы станцию метро «Войковская» переименовать в «Кавердинскую». Переименованию также должен подвергнуться Войковский район Москвы. При этом приводится следующее обоснование. Войков был одним из организаторов и исполнителей расстрела семьи Николая II в июле 1918 года. Он был одним из тех, кто выносил решение о расстреле и сам стрелял. «У его ног на залитом крови полу в подвале Ипатевского дома лежали трупы членов царской семьи с обезображенными от ужаса и крови лицами». Уроженец Вильнюса Каверда в 1927 году убил в Польше советского политического представителя, проще говоря посла. Фамилия этого посла была Войков. Каверда был в Польше приговорен к пожизненной каторге, но через 10 лет вышел на свободу и еще через 50 лет. Каверда закончил свою жизнь в Америке, где работал в русскоязычных газетах. Умер он в 1987 году. Вот они – преступления и наказания. А сейчас рассказ еще об одном безвинном наказании и прощении за это преступление. Под Коломны после отмены крепостного права был построен в 1863 году Бобровский паровозостроительный завод. Чтобы работать на нем, понаехали недавно освобожденные крестьяне. Эти люди поднялись от земли на самые вершины тогдашнего технического прогресса. Прошло 40 лет, недавние крепостные обжились, построили поселок Боброво. В городе им жить не полагалось. В городе могли жить только дворяне и мещане. Рабочие, чертежники и конторщики по-прежнему числились крестьянами разных уездов. В Боброво был свой театр, дети бобровских жителей тянулись к знаниям, шуткали, паровые машины и дизельные двигатели, которыми занимался завод, были тогда, как сейчас космические ракеты и атомные реакторы. Некоторые дети учились в гимназии, на учебу им приходилось ходить в Коломну за два километра. Появились в Боброво самостоятельно в экономическом отношении работающие женщины. Но паровозостроительный завод не мог обеспечить их посильной работой, что вы хотите, механизация была еще не та. Эти женщины работали на шелкоматальной фабрике ангелерии, которая, как и гимназия, располагалась в городе. И вот 110 лет тому назад, в 1905 году, в Коломне случилось наказание. Бобровские стали объектом постоянной зависти со стороны коломенских мещан. Мещане сидели на скамеечке около своих лобазов, грызли семечки и, завидев Бобровских, идущих в гимназию или в библиотеку народного дома шипели «Вон, мастеровые пошли!». Постепенно отношения между местными мещанами и понаехавшими накалились. Так происходило по всей стране, накалились отношения в Москве, на Пресне, где жили рабочие многочисленных мануфактур и фабрик. И вот коломенцы убили двоих наших – гимназиста Ваню Маркова и работницу шелкоматальной фабрики. В Бобровском театре все Боброво собралось проводить покойных на кладбище, несколько тысяч человек прошли полтора километра от театра до кладбища, которое было у городской заставы. Из-за заставы на жителей Боброво смотрели со страхом коломенцы. Это было в 1905 году. В стране кипели конфликты между местными и понаехавшими. По непонятным причинам царь Николай II, которому через 13 лет предстояло умереть мученической смертью, и его правительство приняли в сторону мещан. Причина действительно непонятная. Мещане – это средневековые сословия, обеспечивавшие существование городов, функционировавших как опорные пункты для борьбы с бунтами крепостных рабов. После отмены крепостного права города, вернее их пригороды, слободы, стали оплотом промышленности и транспортными узлами. Смысл их существования обеспечивался работой новых людей – разночинцев и бывших крепостных. В стране была неразбериха и потеря управления. Начальство с Бобровского завода куда-то исчезло. Чтобы обеспечить работу завода и выполнение железнодорожных заказов, рабочие создали свой совет, который взял на себя управление заводом. Завод продолжал поставлять правительству паровозы, которые нужны были, например, для того, чтобы везти раненых с фронта русско-японской войны. В это время в Москве на Пресне орудовал прибывший из Санкт-Петербурга Семеновский полк. Артиллерийским огнем Семеновцы сносили целые кварталы. Коломенские мещане через своего полицмейстера связались с командиром Семеновского полка, полковником Мином. Кстати, неизвестно, какой связью они воспользуются. Телеграф-то не работал. Мин отправил в Коломну на станцию Галутвин отряд под командой полковника Риммана. Полицмейстер при неработающем телеграфе каким-то образом знал точное время прибытия поезда и на станции Коломна передал Римману список лиц, подлежащих уничтожению. По Боброво катился состав с карателями, солдаты, подобрав пол и шинели, спрыгивали с подножек вагонов и бежали по адресам из списка. На станции Галутвин полковник Римман сходу стал творить расправу без суда. Первым делом он застрелил машиниста паровоза и вошел в здание вокзала. Там ожидал своего поезда на Зарайск Фельдфебель Ильичев, возвращавшийся с Японской войны. Он подошел к Римману и обратился к нему. «Неправильно поступаете, Ваше благородие!» Полковник скомандовал кругом и выстрелил ему в затылок. Это было воскресенье, 31 декабря, по новому стилю. Собрав первых попавшихся людей, гулявших по привокзальной площади, Римман присоединил их к тем, кого привели с адресов, и расстрелял всех в новогоднюю ночь у угольного склада. Там были директор театра, начальник станции, адвокат, студент-физик Московского университета, старый рабочий, руководивший работой завода в отсутствие начальства. Перед расстрелом семеновцы остановили рабочих, шедших на ночную смену. Они обыскали их и отпустили. Один из рабочих пошутил, а в шапки-то не посмотрел, а у меня там бомба. Шутка имела успех, его тоже расстреляли. На следующий день Римман приказал священнику нашей Бобровской церкви Виноградову служить благодарственной молебе, но он отказался. На обратном пути в Москву Римман остановил свой поезд на станции Ошитково. Там начальником был сын священники Виноградова и расстрелял его. Теперь это станция Виноградова. Благодаря коломенскому дворянству и адвокатам помните, был убит один адвокат, все эти кровавые эскапады стали достоянием гласности и предметом широкого обсуждения. Московский репортер Геллеровский написал об этих событиях большую статью. Вскоре полковник Мин был застрелен СССРкой на железнодорожной станции Петергоф. СССР – это значит член партии СР – социалистов-революционеров. Именами членов этой партии при советской власти были названы железнодорожные станции, например, Ухтомская, улицы и т.д. Полковник Римман скрывался несколько лет в испанской глуши, жил там в какой-то деревушке, а против него члены коллеги адвокатов возбудили дело и упорно продвигали его по инстанциям. В начале десятых годов царь Николай II, как последняя и высшая инстанция, наложил окончательную резолюцию. Если бы так вели себя все, как Римман, то смуты не было бы. Дело Риммана было закрыто. Николаю до его мученического венца оставалось меньше десяти лет. Что с Римманом стало после революции, не совсем понятно. Одни источники говорят, что он жил в Праге, другие что в Риге. Вариант рижского изгнанничества предполагал, что Римман был тиранем своей женой. Прошло много лет. Подули свежие ветры перемен. Был разоблачен на съездах партии культ личности Сталина. Станцию метро «Сталинская» переименовали в Семеновскую. С каждым годом жизнь становилась все радостней и радостней. Наконец, около станции Семеновская поставили памятник солдатам Семеновского полка. Тем самым, что жгли пресню и заливали ее кровлю пресницев. Теперь это красная пресня. Это памятник тем, кто приходил за моим дедом, а он их обманул и остался жив. Может быть переименовать Семеновскую в СССРовскую, а? Как вы думаете? А пока вы думаете, подпишитесь на мой блог, заходите ко мне вконтакте, на фейсбуке, читайте сказки Бояршиного на сайте «Самыздат». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok